Помните рассказ про Герасима и Му-Му? Здравствуйте, дамы и господа, это Viva Project и свежий тестовый билд, который по-прежнему невероятно забагован, в котором отсутствует большинство функций, которые должны быть на ревизе. Вроде как в конце октября должна быть версия открытая для всех абсолютно бесплатно. А пока мы можем наслаждаться вот такими вот тестовыми билдами, где я совершаю невероятные прыжки, например. По большей части в этой версии демонстрируется карта, а точнее лишь небольшой ее кусок. Здесь уже есть растительность, есть на деревьях, есть даже тропинка, есть также водоем. И что самое главное, это ягодные кусты. Можно, во-первых, застрять на дереве. Все, похоже, я не выйду отсюда. Да, лучше по деревьям не лазать, говорила мне мама в детстве. Это актуально и сейчас. Но я вроде как вылез. По-прежнему все силы сосредоточены на поддержке модификации. И в этой версии уже полная поддержка модов. Вы можете прямо сейчас загружать, тестировать свои и моды комьюнити без каких-либо ограничений. Ну и это самая главная особенность релизной версии. Но также, помимо всего прочего, здесь уже в этой тестовой версии добавили, вернули точнее, наконец, сумки, которые мы можем использовать. Но в VR они пока не работают. Их могут в VR использовать только ваши послушницы. Те NPC, которых вы заспавните, также можно найти яблоки, можно найти вроде как ягоды даже. И вся эта система со сбором пищи работает. Самое главное, ваши помощницы уже могут взаимодействовать с сумками и собирать также урожай. Я уверен, она когда-нибудь справится. Так, и она действительно справилась. Как вы видите, она определяет, что это сумка, и сразу вешает на плечо. Затем, как только обнаруживает какие-то ягоды, фрукты и так далее, начинает их сбор. Содержимое этой сумки, к сожалению, в VR пока просматривать нельзя, но будьте уверены, она действительно туда кладет. И затем можно все это изъять из сумки, соответственно, вернуться домой. И затем приготовить пищу из этих фруктов. Может быть, это персики, кстати. Скорее всего, это персики, а не яблоки. Все-таки яблоня... Дерево большое, а это куст. К сожалению, съесть пока нельзя, но можно и швырнуть в униме девочек. Но это веселее, верно? Она убегает, кажется, понимает, что я задумал. Продолжает... Уж не знаю, почему она так реагирует, как только я приблизился. Она вдруг обнаружила... Обнаружила новые персики. И продолжает их собирать. На чем-то думает, затем смотрит на меня косо. А потом через какое-то время снова замечает. Видимо, она отвлекается только после того, когда я отхожу на какое-то расстояние серьезное. Когда она не увлечена мной, она увлечена персиками, похоже. Хотя вот сейчас в упор не замещает. Не знаю, как это работает, но искусственный интеллект всегда поражает воображение в этой игре. Она цепляется постоянно, потому что здесь есть коллизия. Иногда она не может справиться с простыми задачами. Но всегда есть мы. Конечно, сбор был реализован сто лет назад. Но после того, как разработчик перевернул, так сказать, все вверх дном, переработал, ему пришлось заново все эти механики, которые уже даже были, настраивать, вводить и так далее. И мы можем организовать плантацию. Использовать все преимущества рабства. Разве это не здорово? Представьте рисовые поля, где работают кошка-девочки. По-моему, это просто мечта. Вы с Кмутом выходите под рассвет и гоняйте этих милых существ до потери пульса. Разве... Не все мы мечтаем именно о такой ли? Разве нет? Приходится этой отдуваться за всех. Но она практически, хотелось сказать, все сорвала, но такое ощущение, что эти персики постепенно спаунят, учитывая то, что я перематываю постоянно время. Только посмотрите на отработку рук. Но забавно, что при соприкосновении даже немного двигаются. Как вы видите, объекты, которые у меня находятся в руке, такое вообще можно не увидеть ни в одной VR-игре. На подарки они мои не принимают. Похоже, это вся территория. Небольшая часть. Нет, жилища нашего. Но тем не менее, вон там я вижу какой-то забор. Это, по-моему, я в итоге обратно приду, скорее всего, горячим источником. Есть здесь еще поле. Да. По-моему, вряд ли это рынок. Я не думаю, что в этой версии добавили рынок и вообще будет ли он добавлен. Да, в итоге мы возвращаемся обратно и можем видеть, какая территория добавлена на данный момент. Развлечение аристократов. Упс. Ну, не переживайте, это мягкое приземление. В конце концов, это каскадеры и все постановка. Нифига себе, как она резво начала работать. Когда увидела, как я наказываю тех, кто не работает. Вы только посмотрите, как она теперь спешит и собирает персик за персиком. Не раздумывая. Вот так-то. Так-то лучше. Работать. Пожалуй, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.